Почему не растет доллар? Казалось бы, доллар должен расти, потому что все плохо, а он не растет, более того, он падает, несмотря ни на что. Итак, здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. С началом специальной военной операции резко люди побежали покупать доллары, но были приняты экстраординарные меры для того, чтобы ажиотаж не возник. Центробанк что сделал? Сначала ввел 30% комиссию на покупку долларов, запретил нерезидентам выход на биржу и так далее. И, соответственно, это резко остановило пыл. И на самом деле, давайте посмотрим, как происходила динамика курса доллара. Смотрите, вот 20 где-то 3-го, 24-го, 28-го в понедельник открылся доллар резким ростом, и потом, значит, какое-то успокоение произошло, но постепенно курс доллара повышался, потому что, ну, люди покупали, несмотря ни на что, в ажиотаже. Это неминуемо должно было закончиться когда-то, потому что, ну, на ажиотаже далеко не уедешь. Вот, и стали работать другие причины. И курс доллара к рублю начал постепенно снижаться. Вот мы видим. И более того, значит, он настолько снизился, а рубль, соответственно, укрепился, что пришлось Центробанку уже принимать обратные меры, то есть значительно облегчать валютный курс, потому что уже рубль слишком укрепляется, что тоже невыгодно для экономики. Вот, была комиссия сначала с 30% снижена до 12%, это сразу было сделано еще вот где-то, не помню как, когда. Потом комиссия, вот здесь вот уже ее буквально отменили, потому что рубль пошел дальше укрепляться, посмотрите. Вот, и комиссию отменили, что привело, ну, к небольшому, так сказать, росту доллара, ну, совсем небольшому. И сейчас уже я подозреваю, что будут стимулировать просто покупку долларов населением, буквально потому что берите, кто может, потому что рубль слишком сильно укрепился, и это очень плохо для экономики. Почему так произошло? Ну, смотрите, во-первых, самый главный фактор – это то, что не выпускают нерезидентов. Что это значит? Это значит, что иностранные организации, которые владеют достаточно большими активами на российском рынке, а это фонды инвестиционные, они не допущены сейчас к торгам. Почему их не допускают? Потому что, ну, у этих фондов колоссальные активы, и эти фонды, ну, уже понятно, что они будут продавать свои активы в российских ценных бумагах, и они их будут продавать по любой цене, и выводить доллары с биржи за рубеж. И поэтому, если их допустить, а у них там в районе 15 триллионов рублей в активах, то, соответственно, это обвалит на какое-то время фондовый рынок российский, и очень резко доллар вырастет. Поэтому, в общем-то, им не дают это сделать. Вот. А в отсутствии нерезидентов, что получается? Получается вот такая картина, что только резиденты российские могут торговать, а их, ну, у них денег не так много, во-первых. А во-вторых, зачем им эти доллары? Ну, куда их девать? Потому что вывести их нельзя по-прежнему в связи с запретами. Теперь, далее. Почему же рубль укрепляется? Ну, смотрите. Курс рубля к доллару определяется, в основном, внешнеторговым балансом. А внешнеторговый баланс, что изменилось? Смотрите, мы традиционно на экспорт отправляли нефть, отправляли газ и получали за это валюту. А что мы делали с этой валютой? Мы ее либо оставляли там, то есть пополняли резервный фонд, либо, значит, мы ее получали и на эту валюту закупали что? Импорт. То есть импортные товары какие-то, ну, все, что могли, закупали. А закупали мы практически все, потому что, ну, мы видим, мы все одеваемся в импорте, ездим на импортных машинах, и очень-очень много всего импорта. Так вот, в связи с этими действиями нашими, военными, получается так, что импорт в Россию перекрыт во многом. И, смотрите, импорт сократился там, насколько я помню, где-то вдвое. То есть импорт сократился вдвое, то есть не надо платить за импорт доллары. А доллары поступают нам по-прежнему, потому что основная часть экспорта российского это нефть-газ. Без нефти-газа зарубежные партнеры не могут обойтись. И поэтому, значит, газопровод, который идет через Украину, работает не просто исправно, а вполне себе с опережением даже графика. Северный поток тоже работает. Не путать с Северным потоком 2, Северный поток 2, но если Северный поток просто, он работает по-прежнему. И зарубежные партнеры по-прежнему платят в долларах и в евро по долгосрочным контрактам. Более того, значит, они пытаются заменить российский газ и российскую нефть на какие-то другие аналоги, но пока не получается. Поэтому по сравнению с прошлым годом, например, за тот же период, за тот же период прошлого года, по сравнению с тем же периодом прошлого года, получается, что платежи, которые поступают нам за нефть и газ и другие полезные ископаемые, не уменьшились, а даже увеличились. То есть поступление долларов только выросло по сравнению с прошлым годом. Ну, теперь по понятным причинам никто не оставляет эти деньги за рубежом, во-первых. Во-вторых, их даже здесь на российских счетах никто не накапливает, потому что сейчас 100% выручки иностранные экспортеры продают на бирже. И продавать их некому, потому что покупать кому они нужны. То есть их покупают, опять же, импортеры, но импортеры сейчас очень сильно ограничены, импорт ограничен, и поэтому, значит, долларов стало больше, а, значит, потребность в них снизилась. Поэтому, совершенно логично, курс рубля укрепился. Что это значит? Это значит, что, ну, за один рубль можно купить, ну, долларов примерно столько же, сколько и раньше. И, возможно, ну, это и будет укрепление рубля продолжаться и так далее. Но приведет ли это к снижению цен на импортные товары? А вот тут уже вряд ли. Почему? Потому что импорта стало меньше, и импортных товаров становится меньше. И получается, смотрите, предложение импортных товаров становится меньше, и, несмотря на то, что рубль укрепляется, казалось бы, цены на импортные товары должны снижаться, но они как-то не торопятся снизиться. А в связи с тем, что предложение импортных товаров становится меньше, а спрос на них, в общем-то, есть, то, скорее всего, цены снижаться уже не будут на импортные товары, а будут, может быть, даже расти. Но я ощутил это прежде всего, ну, во-первых, на бумаге, потому что у меня полиграфия, я закупаю бумагу. Во-вторых, я ощутил это в полной мере на запчастях, на различных обслуживаниях автомобиля, потому что запчасти резко взлетели, и сейчас, ну, запчасти, так сказать, они давно идут из Китая, но тоже за доллары, там цены что-то как-то вот вообще запредельные стали. Вот, поэтому, поэтому и цены пока не снижаются, а ряд просто запчастей, которые, ну, которые нужны, они просто недоступны. Ну, например, у меня там щетка для заднего дворника, уже недели три ищут, не могут найти ее просто. Вот, я не знаю как. Вот такая история. То есть, как бы, есть курс доллара, да, он такой нормальный, хороший, веселый, но при этом цены почему-то не снижаются. И сейчас есть еще складские запасы у всех производственников, у меня тоже на самом деле, потому что, ну, у меня складские запасы по бумаге, например, на месяц-полтора работы, и что будет через полтора месяца, я не знаю, но бумага, с бумагой еще как-то вроде проблема решается. Вот, сейчас бумагу, вот сегодня мы оплачиваем, вроде бумага есть, очередной там партию бумаги, трехсотки, вроде бы бумага находится. Насколько долго хватит, я не знаю. Вот, ну, по основной продукции мы закупились на полтора месяца. Что касается различных других материалов, там, в частности, подшипники, там, какие-то тормозные системы и так далее, ну, я слышал, что вроде как заводы автомобильные закрываются, в частности, у нас в Калуге, и где-то там КАМАЗ закрывает, ну, закрывает там часть производства, часть линий и выпускает только то, что можно произвести. Вот такая история. И, соответственно, ну, просто на КАМАЗы, которые современные, там, ну, как бы, если их не производят, что с нас будет с ценой? Будет расти, наверное. Вот, или, не знаю, дефицит будет. Автопроизводители, автодилеры тоже, в общем, сказать, жалуются на дефицит. У меня дочь купила год назад машину в кредит. Ей позвонили и говорят, а не хотите ли вы ее сдать назад? Мы вам дадим даже больше, чем вы за нее заплатили. То есть, за бэушную машину автосалон, автодилер предлагает больше денег, чем она стоила. Вот такая история тоже. И таких историй, наверное, будет масса. Вот, ну, я вкратце объяснил, почему курс доллара не растет, а снижается скорее. Что будет дальше? Ну, дальше, я думаю, что будет какое-то, ну, вот уже есть успокоение какое-то, но смотрите, что происходит. Сегодня четверг, вот завтра пятница, и завтра после окончания торгов, возможно, Центробанк что-то еще выдаст такое, для того, чтобы, ну, поднять курс доллара. Почему курс доллара для Центробанка не выгоден сейчас, а и не выгоден экспортерам? Потому что, смотрите, идет нефть за рубеж, продаются доллары, продается выручка валютная, и это, ну, за нее выручаются рубли, рубли поступают в бюджет, и если рубль дешевый, если доллар дешевый, то получается, что рублей в бюджет поступает меньше, а рубли в бюджете, наверное, сейчас нужны, я подозреваю. Поэтому, поэтому низкий курс доллара совсем не нужен, то есть крепкий рубль России не нужен, и крепкий рубль, он ведет к тому, что российские товары теряют конкурентоспособность, а это сейчас тоже никому не нужно, поэтому я ожидаю все-таки в долгосрочном перспективе все-таки роста доллара, и не собираюсь продавать свои долларовые активы, ну, вот вообще никак, и держу их. В частности, ну, вот эта вот облигация РУС-28, она мне дает по-прежнему, ну, да, она опустилась в цене, и ничего страшного, я в этом не вижу. Давайте посмотрим. Вот цена на РУС-28, она опустилась в цене, но известно же, что она будет погашена вообще по цене 100% от номинала, сейчас 120% от номинала, она продается, а она упадет еще ниже, до 100%, но это в 28-м году, а сейчас она дает совершенно немыслимую доходность, совершенно немыслимую доходность, но сейчас она здесь не торгуется, по понятным причинам, и, собственно говоря, ничего страшного не происходит. Буду получать свои купоны по РУС-28, будут они в долларах или конвертированы в рубли, но здесь я не знаю, посмотрим, как все, как кривая вынесет, как говорится. Сейчас ничего предсказать абсолютно нельзя, во-первых, а во-вторых, основные новости, я говорю, приходят в пятницу после закрытия биржи, так что смотрим, что будет завтра. Ну, а то, что я сказал, что ожидаю все-таки, что дальнейшего падения доллара не будет, на мой взгляд, ну, вот это мой взгляд такой. Вот, сейчас я говорю, все меняется очень быстро. И, что по поводу цен в магазинах. Я сейчас открыл новый канал, я там мониторю и цены в магазинах, и вообще жизнь в России, стараюсь мониторить, что происходит. Так вот, там раз в неделю где-то я смотрю цены на продукты, в частности в магазинах, и тоже могу сказать, что продукты в магазинах сейчас замедлились, то есть они перестали расти, и даже устаканились на определенном уровне. Но, сейчас вы видите ссылочку на этот канал, подпишитесь на него, если вы еще не подписались, и делитесь, какие цены у вас, это просто очень интересно, чисто для истории. Ну, а на сегодня все. Лайк, подписка, и до встречи. С вами был Демитров Юрий.